приветствую они у вас ее гутан так в общем всем привет сегодня ребят у нас очень сумбурное непонятное видео обо всем и про макияж и про кисти и про съемочную и про жизнь и про перемены и про переезд в том числе поэтому надеюсь вам понравится все что я вам сегодня насобирала а самое главное я наконец-то отсняла для вас всю мою коллекцию украшений мы с самым милым котом на свете очень рады с вами подкровенничать сегодня очень надеемся чтобы досмотрите это видео до конца и оставите свои впечатления внизу в комментариях это очень помогает развитию канала так что желаем вам приятного просмотра и сегодня с вами в таком очень домашнем формате потому что я очень сильно хочу чтобы вы пережили этот переезд со мной меня действительно очень сильно переполняет чувства ребят я росла в этом доме я выросла в этом доме фактически вся моя жизнь связана с этой квартирой на поздняках и наступил тот момент когда я официально меняю место жительства поэтому для меня это не просто переезд в новый дом это окончание какого-то этапа которым знаете мне нужно попрощаться отпустить сознательно поэтому мне тяжело и мне кажется если я поделюсь этим с вами то мне будет чуточку легче это пережить ну к тому же вам это скорее всего интересно мы с вами тут с помытой головой не накрашены я вчера приобрела вот такую штуку вот xiaomi это фитнес-браслет называется вроде бы но мы как бы с мужем решили что мне для измерения пульса будет в тему если отметка превышает 100 то мне браслетик пикает вибрирует и напоминает что нужно пить мой конкор ладно ребят нормально уже потом поболтаем когда они посреди кухни будем стоять сейчас мы с вами заварим кофеек и пойдем уже в съемочную я вам покажу коллекцию скорее всего накрасимся кисти обязательно покажу я же вам обещала и украшение в общем в этом видео совместим просто все и вся и приятное и полезное ребят уже не выдержала включила там кондиционер потому что слишком жарко я думаю что я вам покажу прям как я делаю это мой летний напиток который я готовлю очень часто фактически это эспрессо тоник который можно заказать в кофейне только у меня нет лимона поэтому будет час без лимона я готовлю на вот таком зерне я его покупала в сельпо не знаю насколько там актуальная новинка не новинка но до этого тоже ваша не брала только это medium roast и до этого у меня был блонд то есть посветлее этот по насыщеннее так я вообще вам в кадре показываю давайте наверно вот так встану так лучше видно конечно я повялась на упаковку че уж там скрывать но честно неплохое зерно для вот такого домашнего кофе очень прилично сейчас мы с вами засыпем нет вначале водичку нальем вот у меня гейзерная кофеварочка я ее покупала на розетке фирма карлю господи кальве смешное какое-то название я ее мою после каждого применения поэтому в принципе она выглядит как новенькая хотя она у меня уже месяца 2-3 пришла она вот в такой коробочке если вам вдруг будет интересно я просто не знаю мы с вами первые разы пробуем такие влоговые форматы поэтому я буду вам все показывать потом смотреть на вашу реакцию в комментариях и уже потом на эти добавлять не добавлять что-то в такие видео сама гейзерная кофеварка состоит из вот таких трех частей сюда заливается водичка сюда засыпается зерно и потом наверх она выходит через вот эту часть когда уже кипит сейчас мы зальем сюда водичку и наливаю в принципе наверное фактически дополна вот наверное как-то вот так же вставляется эта штучка фактически которая выступает таким металлическим фильтром смотрите чтобы у спада вода в горизонтальном положении вот сюда не выступала и теперь берем наше зерно типа starbucks фактически это на склея смотрела да это к настле относится я не знаю действительно ли в настоящем старбаксе используется такое зерно но она очень неплохое и все по на скидке на мне это 120 гривен обошлось так что кто в украине вот советую она сразу уже помеленная вам не нужна кофемолка потому что у меня ее дома нет и ложечкой себе насыпаю вот в этот фильтр металлический просто закрепляю вверх к низу и сейчас уже будем ставить на плиту я выбираю самую маленькую конфорку и ставлю главное так чтобы вот эта ручка пластиковая не попадала под газ если у вас наверное электрическая духовка плита то вам будет еще проще и зажигаем конфорку нас такая газовая плита полуавтоматическая опаньки на самый самый маленький огонь и ждем я возьму свой свежевым этой стакан смотрите какой он прелестный мне очень нравится слоган этом стакане enjoy the little sins то есть наслаждайся маленькими вещами мне кажется это один из моих таких мотивационных слоганов просто по жизни летом для напитков я использую вот такие стаканы с трубочкой потому что в термосах не не очень удобно сейчас мы сюда заранее лед наберем это поставила конечно же что вам ничего не видно нет давайте еще лучше и наклоню вас о супер теперь вам видно и оказалось я не сильно дальневидной у меня здесь не так много льда как хотелось бы а фокус где а вот наш фокус сейчас все что у меня есть я сюда пересыплю эта штучка начинает создавать вот такой звук бурлить кипеть то в принципе она уже почти готова смотрите опаньки там вот такая штука происходит практически гейзер на поэтому и называется гейзерная кофеварка и буквально пару секундочек она по-другому слышите как пыхтит все ее уже можно снимать вот пар прошел мы ее выключаем начали выключаем саму комфорку и обязательно быстренько снимаем потому что конкретно этой модели так как она недорогая пластиковая ручка может быстро выйти из строя если чем ее перегревать я не сразу ставлю в стаканчик вот я уже подготовила нам тоник сейчас мы перелим горячий кофе в кружечку с кружечки сюда и вверх тоником заливаем и фактически такой стандартную порцию эспрессо хотя скорее всего это лунга то есть такой выдержанный эспрессо побольше водички в нем вливаем стаканчик теперь в этот прекрасный стаканчик беру любой тоник обычно покупаю швепс но швепса не было поэтому взяла эвернесс не знаю лучше он хуже нормальный тоник все вкусно покупать швепса вкусом лимона тоже нормально то есть фактически это знаете такой немножко адаптированный корейский айс американо только под наш вкус то что у нас айс американо как-то не принято продавать и вот принципе тоник тоже хорошая альтернатива что у меня пенки много получилось очень вкусно сюда лимончик или лайм кидать но так как я такая хозяюшка что ничего не купила вот пожалуйста прекрасный летний напиток а мы с вами сейчас уже отправимся в съемочную набинать я вообще смотрю на себя на переднюю камеру и не так странно вот как бы когда я начинала канал это было уже фактически давайте округлим почти 10 месяцев назад конечно еще год не прошел но чтобы я не постеснялась вот так вот с голой кожей со всеми своими проблемами какими-то перед вами вот так стоять вещать извините я на цезарь отвлекаюсь вы мне все-таки родные стали в хорошем понимании и я от вас действительно ощущаю поддержку поэтому мне для вас тоже хочется быть знаете поближе блин цезарь пришел давайте его к себе возьмем сейчас я вам покажу зарезайка а что ты хочешь красавчик просто хочешь кушать как всегда живот такой очень красивый вон там мои мисочки и меня больше ничего не волнует ребят кошатники признавайтесь у вас коты тоже просто 24 на 7 кушать просят ну смотрите какой же он у нас красавец просто символ канала ну и не только канала всей моей жизни он очень на солнце таким каким-то магическим выглядит у него глаза зеленые поэтому очень красиво ну конечно сейчас он весь засвеченный вам цезарь пошли в другую комнату давай с девочками переходить решила ребят перед съемкой сегодня особо тут ничего не вылизывать не убирать вот как у меня есть такой творческий беспорядок прочувствуйте его со мной все равно скоро все по коробкам уже распихивать в общем вот так выглядит моя съемочная наверное так вам лучше видно раз софтбокс 2 софтбокс я ваша прекрасная м джей мейкап шкафы которыми в принципе горжусь я вам показывала когда-то в stories это все я вручную вырезала из всяких журналов какие-то открыточки вот это кстати мне дали в седьмом планет вру восьмом классе на конечно логика вот она взадим я выиграла конкурс там нужно было изобразить проблему экологии и вот собственно моя картина которая победила и распечатали прямо на календариках не знаю какой там это год но мне было приятно очень люблю создавать вокруг себя пространство которое меня вдохновляет тут конечно же bts но куда же я вот кукич рэп монстр все самое дорогое рядышком да я же прям вздыхаю ребят для меня это все так странно что мне приходится отсюда уезжать хоть мы этого сильные хотели и тут я жила до того как это стало моей съемочной это была моя спальня тут так и стоял этот стол здесь я училась в школе здесь я училась в университете а здесь вот там где у нас сейчас хлам здесь стояла моя кровать видно по светильнику потому что здесь у меня такие оригамные журавли тоже мне подруга делала потом я сама научилась делать и с этим светильником я читала свои любимые книги и сейчас конечно тоже грустно смотреть на вот это все вот этот каркас кровати остался тут все остальное он книги какие-то одежда бог знает чего фон на реле висит здесь у меня палетки которые я либо еще не отсняла которые в процессе производства либо которые мои самые любимые но они как бы внизу получились и вообще сейчас непонятно знаете такое все в хаосе есть у меня все также хранятся в стаканчиках но они типологически поделены здесь у меня давайте по порядку буду вам показывать стакан где кисти всякие а-ля художественные которыми не жалко глиттеры наносить что-то такое жидкое от чего она может потом испортится но потому что а зачем брать что-то дорогое для глиттеров она прекрасно с этим справляется я вот этот набор который такие цветастые вообще втб покупала следующий стакан это набор из мейкапа польский вроде бы но качество прям китай и если честно если поначалу прям пыталась им пользоваться то сейчас я уже просто забила и вот стоит он столбом практически никогда мне руки к нему не тянутся вот это я покупала в деве кисть для топна но она мега странная поэтому она тоже так стоит пылиться и это из набора потрясели до вот такой же формы абсолютно не понимаю такие кисти тон наносится очень плотно такой формой в общем фактически стаканчик такой а-ля бесполезность дальше мне идет стакан для лица здесь у меня три кисти для хайлайтера они у меня так и не поменялись это эбиан который я в берлине покупала и две кисти с алиэкспресс они видите фактически все одинаковые только ворс у них капельку все-таки отличается моя самая любимая кисть для лица от ламель это номерок f1 потрясающе чистится очень хорошо моется и тон если жидкий типа капельный эволин к примеру наносит просто топчик так ворс не заламывайся и здесь кисть для пудры которая тоже чаще всего использую потрясели до набор малахит эту кисть от глэмби хоть я и думала что она будет мне бесполезная когда у меня стало больше кистей в обиходе но знать чего хорошо вот в таких вот складных штучках в поездку брать кинул одну такую кисть и у тебя типа румяна скульптор и для лица в общем все есть поэтому вот этим стаканом я довольна дальше стакан это все тоже с львовских круассанов прелестный котик здесь у меня такие пушистые кисти оля скульптор румяна практически все тоже я вам уже демонстрировала essence все та же кисть берлина и потрясели то есть все что такое старое вы можете посмотреть в первой части видео не буду повторяться и вот эти всякие наборы с такими ножками интересными это алиэкспресс но она не очень хорошего качества а это я покупала вот такая ножка я вам дальше покажу это червоный маркет ты такой очень бюджетный сетевой магазин мне кажется дальше уже интереснее я думаю что да вот этих кистей которые всех интересуют с голубой ножкой мы дойдем чуть-чуть попозже и начнем с такого и как никого это мой основной стакан которым я работаю именно на глазах я думаю что тоже всем актуально здесь разнобой это кисти которые я сама собирала знаете которые мне там больше всего нравятся или как-то опытом выбраны здесь какие-то мытые какие-то не но каждая из них уже была в мойке поэтому я могу ручаться за качество тоже какие-то которые вам уже показывала мы так быстренько прошмыгнемся кому лень смотреть первую часть видео это real техник все покупала таким набором вот эту кисть я к сожалению для глаз особо не использую я использую для консилера увидела у кого-то из британских блогеров или американских что ее удобно именно для консилера это номерок 300 так она и есть видите она у меня в консилере и кисть 301 это одна из самых удобных тушевочных кистей дальше ребят кисть revolution r2 fluffy и браш одна из самых удобных тушевочных кистей просто потому что здесь очень удобный размер ворса если у вас глаз среднестатистического размера то например вот такая кисть откос которая вам тоже миллион раз советовала видеть разницу здесь она более точечная но пушистая то есть вам будет удобно прорабатывать глаз вот это вы можете под бровь уехать тушевкой что у меня обычно и происходит поэтому очень советую присмотреться к кистью от revolution это искусственный ворс от ненатуральной если вам тяжело контролировать процесс тушевки вам будет очень удобно вот я синий цвет ей тушевала еще одна кисть от revolution но уже которая не так часто пользуюсь это номерок r3 видите эта форма кисти факела хоть я такую форму люблю она просто мне кажется уступает даже кисть от color intense которая вам вечно советую вот она родная color intense просто пять копеек намного дешевле revolution работают они плюс-минус одинаково то есть если вам не принципиально что она такая черная они красивая розовое золото то лучше взять даже color intense они революшн неожиданно тот затесалась кисть top face вот так он видно название восьмерочка получается номерок и я покупала ее на еле очень хорошо тушует но видите здесь тоже такой очень объемный ворс и ей классно тушевать какие-то коричневые оттенки или что-то светлое потому что ну очень большая на самом деле если у вас глазик маленький или нависшая века будет неудобно но качество отличное тоже ее уже мыло кисти откос у меня их две одна уже настолько пожившая и повидавшая что вот здесь видите просто деревяшка уже начала отпадать вот эти кисти просто были в наборе чтоб не соврать ребят лет пять назад очень давно в еве просто продавался какой-то набор мне кажется рандомный алиэкспресс но я до сих пор пользуюсь им очень хорошее качество не знаю мне кажется сейчас такие уже не завозят поэтому это просто не актуально то же самое насчет этого набора ребят просто уже нету их не помню помню даже в космо покупала тысячу лет назад и этот набор был больше там еще где-то кисть для пудры валяется но вы его брак больше не найдете он очень давно брался неожиданный лот кисть от ruby rose а и шейдинг е55 очень неплохая кисть для точечного нанесения даже не то что нанесение обшлифовывание пигмента допустим или для плотного нанесения то что видите такая плоско-пушистая я помню что я брала ее вообще ваша не гривен за 35 или 32 поэтому если вы ваша не тоже увидите вот эту кисть от ruby rose советую но предупреждаю все по-честному видите здесь клей она у меня уже отвалилась и муж мне просто на супер клей приделал к ручке вот кисть и все нормально работает моется то есть клей после мытья не отваливается заново одни из моих самых любимых кистей фирма sowart все та же его видите мне здесь дубли 2 плоско-пушистые и 2 бочонка до сих пор считаю что это одни из самых лучших кистей если видите в еве их на скидке берите не пожалеете остатки из набора потрясели до тут все ясно если он есть все еще в еве то можно брать неплохой набор однушка экземпляр люкс визаж это вот такой бочонок маленький очень хорош для детальной проработки тоже советую на мейкапе он бывает на скидке недорого и качественно ворс не вылазит плоская кисть откос все той же евы это называется medium шейдер но я не знаю что они тут шейдить собрались вы здесь ничего не растушуете это хорошо использовать для какой-нибудь стрелочки например тенями плотно нанести или просто для плотного нанесения но я не думаю что вот такой формат кисти кому-то много нужен честно не часто и пользуюсь просто когда уже другие кисти грязные вообще не понимаю зачем я купила кисть салон professional здесь номер такой 1102 странная форма я повелась на какие-то комментарии на мейкапе на конечно же в шерсти цезаря и она такая странная я вообще не понимаю как и чего наносить вот тут полностью такой срез в общем ребят вот это не советую я сама очень редко пользуюсь а тубуса то есть я вам сейчас показываю все кисти которые у меня есть на данный момент вот это набор салика я вам оставлю ссылку но я вообще никогда не советую его покупать здесь просто ужасный ворс то есть это настолько ужасная дешевая синтетика насколько это можно представить я пользуюсь но вот такими всякими плоскими когда мне нужно разнести например жидкие тени тоже знаете чтобы не жалко мыть было вот это ножка то есть набор с такой ножкой чуть получше я уже не сами к заказывал на подозреваю что тоже алиэкспресс видите здесь ворс уже отличается это магазин вот червоный маркет мне кажется он так называется и назывался он вроде как набор русалочки или что-то такое и брала я его среднем за 125 что такое и вот он уже действительно получше если вы в червоном маркете что-то подобное увидите я думаю что для первых кистей это тоже можно брать особенно вот такие кисти факел и вообще нормальная рабочая внешность же самый долгожданный набор от голубой ножкой ребят сразу оставлю ссылку на этот набор потому что столько вопросов пройти кисти наверно не парки кисти больше не получала заказывала я по наводке кого-то из блогеров инстаграм не в рекомендациях выпила то есть кто-то из уже заказал выставил стоит что пришли искал штаб типа будет такой фидбэк я сразу не поленилась заказала и решила что сама по то еще потому что цена-качество вроде как нормальная плюс отзывы на лики тоже были хорошие на самих кистях есть вот такая какая-то непонятная китайская гравировка как вам это показать с фокус ловлю но я думаю что мало кто из нас тут знает китайские все равно никто не сможет прочитать все кисти и набор у меня такой очень немаленький давайте разделю какие-нибудь большие вот так положу и вначале начнем с маленьких я ребят успела попользоваться фактически всеми но вот вот эта кисть у меня без дела такая скошенная просто такими кистями ничего не делаю вот такого формата кисти очень хорошо мылись я делала несколько color макияжа и вот сейчас они у меня опять грязные поэтому принципе видно что я их использую очень классно ведут себя вот такие плоские кисти хорошо набивают пигмент цепляются и нормально отмываются что самое главное если что-то мне кажется что вот такие типа аля тушевочные мне они чуть-чуть недостаточно пушистые то есть если сравнивать с тем же коз который в еве можно найти вот ребят вот пушистый все видите ворс такой прямо кусинки здесь более такое плотное нанесение получается и мне как будто вот этого не хватает но если вы делаете очень плотный color макияж или хотите его делать начать то вам это подойдет порс фактически не лезет поначалу вот у меня видите тут какие-то волосюшки чуть-чуть отпадут но мне кажется что это какие-то единицы и они долго прослужат вот этим я пользуюсь для лица вот это для хайлайтера это у меня скульптор и вот это румяна плюс бронзер очень довольна нормально моются не вылазят после мойки то есть знаете нет такого эффекта чтобы уже зачем я это деньги потратила нет то есть алиэкспресс в данном случае не такой уж и китайский китай и очень довольна вот этими большими кистями я очень давно хотела такую большую кисть для бронзера она прям огромная и кисть для пудры тоже очень мягенькая мне здесь кисти для лица больше всего нравится сколько бы я вам не хвалила этот набор честно вот по статистике для глаз я больше беру кисти из вот этого стаканчика просто факт и для лица все из вот этого голубого набора но с другой стороны сейчас так какая у нас я вам дату съемки напишу я кому-то сегодня скидывала что 319 гривен на скидке было то есть я покупала дороже гораздо этот набор на на алике нужно следить знаете как этом цена варьируется и вот можете получить кучу кисти блин ребят я думаю что вам очень шумно у меня тут трамвай ездит но так жарко что я сейчас умру если я закрою это окно пардон че надеюсь вам не сильно шумит ребят здесь так жарко что у меня уже просто вот тут все мокрое все волосы мокрые я так долго хотела отрастить себе волосы и как только я их отрастила во-первых началось лето во-вторых ой короче я вечно всем недовольна так давайте немножко приду в себя потому что я не знаю как вы я летом просто умираю наверное мы с вами покрасимся и поболтаем параллельно то есть будем сегодня без фона эти новый формат это тоже хорошо я вас на зарядку поставила наш кофе йочек свернуть это я принесла хоть какой-то намек на заколки потому что все я я умерла мне не нужна сегодня помада с цветом я немножко это потому что просто жара и я этаж какие-то несовместимые вещи какой-то такой легкий относительно повседневный макияж и что и покажу вам украшение как обещала а пока красимся я вам расскажу какие-то свои мысли знаю что вы любите болтологию наверное так же как и я поэтому мы с вами как говорится созданы друг для друга так мое лицо было подготовлено ухаживающим кремом но мне кажется я уже так перепотела 300 раз что от того крема ничего не осталось так давайте чтобы всем было удобно то себе зеркала вокруг по выставляю чтобы я могла краситься и не отвлекаться особо или обруча дети то этими заколками как бог знает что лучше по крайней мере я вообще уже не соображали то есть мне так жарко что все мозг вышел из чата я начну наверное севой такой лайтовый дневной макияж вот такого тонального эвелин чайное дерево такого количества мне будет примерно достаточно мы делаем с вами макияж во первых чтобы было не так стыдно мне показывать вам украшение вблизи на украшениях наверно фон уже повешу чтобы мы были с вами такой более привык все более привычной форме делаем себе мускальную живопись я думаю что когда это видео будет выходить то мы уже будем новом доме и такой привет из прошлого я вот так сильно думала что я хочу с вами поделиться какими-то своими мыслями по поводу переезда и всего такого и я прям не знаю где провести ту грань знаете когда слишком много личного и когда хочется рассказать просто все 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 целом помимо там состоянии моего здоровья и то что мы хотели поменять давно какое-то место жительства происходит ребят то что у меня там семьи какие-то проблемы о которых я вам не сильно могу рассказывать но то что я потеряла своего папу зимой я думаю все уже давно в курсе и я до сих пор очень травматично переживаю этот опыт потому что я долгое время закрывала на этот момент глаза и думала что я с этим справлюсь что горе можно грубо говоря закрыть от себя и уйти в работу что-то такое но я до сих пор очень тяжело проживаю этот момент то есть если я тогда укрылась от горя и потери горе от потери то сейчас на меня это все наваливается я особенно очень тяжело просматриваю старые фотографии эти вот это а если бы а что я сделала что я могла сделать и вот эта квартира где мы сейчас с вами сидим я надеюсь что наш переезд все окей может билет все-таки уже купили и когда-то видео выйдет я уже буду не здесь очень сильно у меня ассоциируется с папой и как бы вам так я даже не знаю как какие правильные слова подобрать знаете чтобы вы поняли что я хочу до вас донести я думаю что если кто-то терял близких то вы понимаете о чем я говорю мне очень тяжело здесь находиться потому что по определенным причинам я на данный момент не могу считать это своим домом потому что для меня дом это такое полуабстрактное понятие где знаете это либо место рядом с каким-то определенным человеком который для вас очень близок либо это какое-то физическое место тот же дом или квартира где вы чувствуете себя безопасности в такой в более или менее безопасное место сейчас же происходит так что когда в этой квартире где я выросла мне настолько дискомфортно насколько это можно представить то есть где у людей обычное место там дом квартира неважно ваш дом эти не строение а вот просто home feels like home где люди обычно укрываются от каких-то бед где чувствуют себя в безопасности то сейчас у меня смешанные чувства того что здесь был папа и вся моя жизнь по сути и в то же время это место где мне настолько некомфортно и боязно насколько это может быть вот такие смешанные чувства у меня диссонанс по факту и конечно это тоже дает какие-то отголоски на психическое состояние и я в первую очередь надеюсь что вот этот весь переезд и то что я в нем акцентирую внимание очень сильно поможет мне как-то поменять мировоззрение знаете так что достанем что-то для лица сегодня наверное возьму от ламели вот такую палетку что для канала это тоже будут изменения потому что в любом случае вы приходите сюда смотреть меня и общаться со мной они только знаете косметику какого-то определенного бренда глядеть делаем себе шкулю и мне очень сильно хочется в первую очередь быть для вас мотиватором хочется поднимать вам настроение когда я например училась школе или университете мне не хватало такого какого-то человека на которого я могу найти в интернете пойти посмотреть от которого у меня поднимется настроение если хотя бы для одного из вас кого-то буду подобной личностью это уже счастье я честно искренне хочу создавать контент который будет только какой-то позитив нести и к чему я веду у меня сегодня такая сумбурность будет что конечно в таком месте где я сейчас и в таком состоянии где в котором я сейчас мне очень тяжело создавать такой контент и это знаете такой на грани с лицемерием я вроде как хочу вам нести позитив и все такое а по факту сама сижу и реву целыми днями ну ладно не целыми днями у меня достаточно давно не было таких приступов адовых панических атак наверное с мая нет в июне тоже были но недели две назад и я снова сейчас пью седативное вернулась к ним потому что что почувствовала что не вывожу и когда я создаю что-то такое лучезарное когда вас поддерживаю мне знаете иногда хочется сесть на пол себя обнять и такая а меня кто поддержит да мне есть дурацкая привычка когда я говорю о чем-то серьезным я так смотрите просто смешивают эти два цвета и себе тут на пол лица это разношу это у меня такой подготовка относительно дневного макияжа еще мне лицо чешется от жары поэтому я люблю кисточкой себя вот так вот почесывать очень хочется чтобы вы чувствовали что я в том числе чувствую какой-то кайф от того что я делаю так беру наверное смешивают эти два румяна и когда я снимала первое видео такое откровенное я очень боялась что вы его не примите типа хочу хочу тут жалуешься но я вообще была в шоке спасибо вам я вообще не устану вам постоянно говорить спасибо то все таки это все происходит благодаря вам что получилось так что вы меня еще больше подержать лишь просто посмотрели типа ноги у него там проблемы вы по сей день меня так сильно поддерживаете и иногда вы говорите мне такие вещи которые меня в ступор вводят особенно вот те ребята которые смотрят в инстаграм личку много общаются я иногда поражаюсь насколько хорошо вы меня успели узнать и это очень приятно и знаете вот эта обоюдная поддержка и меня и вам и и вам и нам это просто супер я не ожидала что я смогу создать какую-то такую комьюнити у себя на ютюбе чтобы мы вот так с вами общались увлеклась я румяными но это нормальное состояние и давайте нам все-таки закрою окно и боюсь чтобы вам сильно не шумело теперь мне как-то странно что здесь так тихо беру вот это сердечко которое как раз вам показала и хочется мне прям такой румяный пирожочек создать у меня в школе был такой защитный механизм когда мне было максимально плохо или я себя чувствовала некрасивой за окна я делала очень яркие глаза макияж глаз мне казалось что я знаете такой легкий эскапизм убегала от проблем с помощью мейкапа мне кажется я вот выросла и я по сей день таким занимаюсь но я не думаю что это сильно что-то такое плохое просто факт возможно мое количество румян в последнее время эти немножко как раз стыкуются с тем моментом что я себя не очень хорошо чувствую давайте наверное брови закрепим возьму гель для бровей я сейчас проделываю все те же махинации как я крашусь вот за кадром обычно просто когда мне нужно выйти на улицу уже по сути мне вечером как раз таки нужно будет выйти на улицу и знаете насчет вот этой ситуации с домом мне один момент было прям так сильно обидно что у меня сейчас по сути меня лишили вот этого понятия дома именно материального и в плане того что там типа с наследством или еще что-то ребята просто вот нету такого пространства где я бы чувствовала себя в безопасности для меня сейчас понятие до это где мой муж и где мой код и когда мы надеюсь уже маша в будущем есть ты тоже посмотришь это видео и тебе полегчает что ты уже на новом месте у тебя все хорошо его уже разобрали с ровной коробки и пожалуйста дай себе такую каждый из нас давайте ребят не стесняйтесь какой-то такой внутренней поддержки я даже гель уберу обнимите себя и скажите что ты молодец не заплакать мы молодцы ребята каждый из нас молодец я верю что у каждого из нас какие-то свои проблемы какой-то свой жизненный путь так прочесываю брови и не надо себя как-то корить то что вам тяжело вообще ни в коем случае наоборот леем себе обнимашку покупаемся путь шоколадочку чего он там помогает и радуемся встаем идем дальше видите какое пятно себе поставила маркером для бровей все точно драма начинается не только моими словами но еще и бровями судя по всему 1 буду вас сегодня такая пятнистая честно было бы интересно послушать что для вас дома потому что фактически все сегодняшнее видео вдохновлено этим понятием и если вы вообще задумывались об этом для вас дом это место для вас дом это человек состояние души и насколько важно для вас чувствовать себя думаю для всех это важно чувствовать себя в безопасности и иметь такое место и вот сейчас у меня ребят нету такого пространства я уже наверное повторяюсь но я думаю что вы прекрасно тоже понимать что мне очень тяжело сейчас это как-то выразить прохожу один эмоцию психолога которая через подкаст узнала и она меня научила благодаря этому своему пособию что главное научиться говорить самой собой на эти какие-то такие банальные вещи которые понятно там типа любить себя уважать себя love you self treat yourself знаете все понятно но нет непонятно по факту каждый раз когда я сажусь и такая так маша что ты сделала конкретно для себя вот идет все тебе мне близко к 30 мне начинаются какие-то такие адские философствования но если так задуматься это реальность когда ты не до конца понимаешь что именно ты хочешь и я вот с этими всеми событиями которые мне зимы тянутся или даже с лета прошлого года мне кажется единственный плюс это я научилась говорить сама собой я научилась давать себе поддержку и вот действительно какой-то знаете я допустим я чувствую гнев я это себя озвучивают я чувствую страх и я не боюсь попросить о помощи вот это просто самое важное в такие моменты поэтому не забиваем на себя мы единственное что самое важное есть в этом мире и если с нами все будет хорошо то и наши близкие тоже будут счастливы так беру metal hype люкс визаж в оттенке 10 и сейчас себе по всему веку разношу мне с одной стороны немножко страшно вам опять таки это все рассказывать потому что ну мы с вами лично не знакомы вы не знаете там как я в реальности себя веду допустим ваше право там мне не верить но с другой стороны насколько же круто что я могу этим поделиться если вы грубо говоря впускаете меня в свои ушки и слушаете меня и вот до этого момента например досмотрели спасибо ребят лучи вам поддержки лучше мне поддержки мы с вами проходим этот путь вместе а у меня метод психотерапии ребят сейчас это этот самый канал и этот самый макияж который мы сидим с вами сейчас и делаем мне кажется что макияж это один из самых безобидных методов помочь себе когда тебе грустно во первых это весело во вторых мы кайфуем от этого я думаю что все здесь кто присутствует при просмотре этого видео то либо бьюти маньяки либо просто какие-то любители косметики не обязательно знаете там иметь какую-то большую коллекцию чтобы быть бьюти маньяком так это и оттенок уже девятый тоже metal hype просто в уголочек себя разнесла но он красивее вот так вот точечно чем когда его так по всему веку растягивать и сейчас возьму палеточку от dior в холодном оттенке и закреплю то что я тут себе наделала так глиттер беру от ривы в оттенке 31 вот действительно ребят сейчас для меня переломный момент когда в голове капельку не укладывается то есть тут уже не то что у меня происходит какая-то сепарация от родителей то что корона в принципе одного из родителей у меня забрала и все вообще жизнь переходит на какой-то новый этап и мне страшно и интересно одновременно потому что я не знаю как я как личность на это отреагирую со что будет только интересней жизни она такая штука знаете за нее нужно чуть цепляться чтобы не происходило даже какой-то негативный опыт я уже не говорю прям совсем плохой опыт это типа как потеря близкого а просто что-то такое неприятное она делает нас как минимум сильнее и во вторых мы все равно какой-то вывод из происходящего приносим потом себе в жизнь я она с нами знаете так существует этому я очень рада что по крайней мере чисто морально я чувствую что я вот перед вами могу сидеть и общаться с вами на подобные темы так что то я тут как всегда видите стрелки на камеру это вообще не мое сейчас я доделаю это у меня здесь уже вообще непонятно что начинается у ребят что-то со стрелами я конечно сегодня начудила допустим пусть будет любом случае переделывать уже не буду мне хочется сказать себе своей маленькой маши которая в этой квартире явно еще обитает мой дух тут чувствуется что перемены это нормально перемены это какое-то движение в лучшую сторону то есть в любом случае развития и это не бросание дома и не побег от проблем а новый этап жизни на который я решилась поэтому если у вас тоже есть какой-то этап с которым вы сомневаетесь я не говорю что какое-то ваше решение обязательно будет правильным или лучшим вы никогда не узнаете о последствиях принятого решения пока вы его не примете но с другой стороны от ничего не делали ничего и не делается поэтому это я грубо говоря сама себе сейчас уговариваю что переезд это очень хорошая идея так набираю хайлайтер от white and wild и думаю что мои душевные страдания вам поднадоели я думаю что все что я хотела сказать я вам уже выплеснула и действительно чувствую себя получше поэтому спасибо что выслушали сейчас уже скоро будем переходить к украшения я думаю это вам будет поинтереснее чем мои мысли по поводу переезда я думаю что я оставлю тайм-код и если кому-то не интересна моя болтовня можно будет просто сразу перейти к моменту где показываю свои украшения жарко сегодня невыносимая тут сейчас тоже вот эта шляпность по съемочной у меня здесь все по сбивалась мои системы зеркал чтобы я видела что в кадре происходит поэтому этот стабильно заливаюсь кофейком что я ребят заказывала онлайн то я вам все ссылки оставлю это не реклама не сотрудничество если я вам данный момент оставляю ссылки это просто как бы от меня вам подарок чтобы вам было легче что-то искать если это когда-нибудь будет реклама или сотрудничество я обязательно вам это либо пропишу либо проговорю не переживайте если для вас это важно и вот так мы с нашего интимного настроения перешли как-то на рабочие видите я достаточно легко переключаюсь таких моментов только потом очень сильно такая опустошенная и 1 лот это вот такой красивый зеленый обруч здесь просто написано handmade и конечно же ребят это не что иное как наш любимый aliexpress так об вот так он выглядит сейчас одену нормально я думаю что как минимум уже два видео в нем было это make up obsession kisses и где же я еще make up obsession со удоб первой образе тоже была в этом зеленом обруча красивый нормальный по цене ок продавец на али был хороший но ребят имейте ввиду что даже вот на мою я не думаю что там какая супер большая голова мне он чуть-чуть давил вот так вот просто взял на что-то широкое его дело и он типа растянулся потому что здесь идет ткань и внутри просто пластик слышите этот звук и я на пылесос вот так одела и он постоял теперь он мне на голову не давит та же история следующий лот aliexpress вот такой блестящий обруч он двойной можно его вот так вот так делать очень красивый нам батюшки родные как же он сильно сдавливает голову даже после того как у меня на пылесосе постоял мне все равно не очень удобно вот такая у нас ситуация но для каких-то вечерних образов с платьями тоже очень красиво смотрится поэтому я мучаюсь и сижу с головной болью когда с ним снимаю минимум 30 минут не хватает а потом начинается адская мигрень поэтому не знаю стоит ли она того следующий обруч также али это просто такая красота какая-то я его по моему еще даже нигде не снимала только на улицу выгуливала и это один из тех обручи которые нормальные на нашу славянскую голову не на китайскую и в отзывах там сразу писали что на голову не давят сегодняшнее мое платьишко подходит мне очень-очень нравится вот этот обруч точно от души советую он очень симпатичный такой зеленая оливковый обруч здесь более приятное качество не знаю что там внутри как будто здесь идет тоже какая-то пластиковая часть и что-то мягенько видите он делает тоже написано хендмейт мне кажется везде где написано хендмейт это али у нас одеваем и тоже один из немногих обручи который не давит на голову его мне очень нравится одевать просто на прогулку и цвет мне кажется очень трендовый у меня маникюр был в подобном оттенке вот этот обруч наверное из тех что я пока успела показать однозначно советую рассмотреть плюс там есть абсолютно разные цвета мне кажется даже лавандовый тоже был лавандовый оттенок до сих пор не теряет свою актуальность вот этот обруч вы видели в обзоре эволин вместе galaxy он мне кажется отлично подходит к фону я его поэтому и заказала потому что не уверена что я на улице его отдела хотя на солнце он каш красиво переливается но он видите такой прям как будто латексный и эффект если вам нужно для фотографии я думаю что тоже ок и он вот из этой серии который на славянскую голову то есть он не давит его можно носить и выглядит достаточно прикольно один из ваших самых любимых обручей как меня только с ним на называли и какая-то художница 19 века и аристократка и просто богатая женщина сама ребят очень сильно люблю этот обруч у него к сожалению ситуация как у первых обручей он адски сдавливает голову он настолько красиво и настолько же знаете как будто каторга какая-то просто такая мигрень от него наступает я конечно же из-за его красоты он действительно очень красиво в кадре да и в жизни смотрится терплю но буду дальше вот тоже пытаться растягивать но я боюсь чтобы я так не до растягивала чтобы он просто не сломался потому что тоже он такой найти полу пластиковый и здесь можно ткань чуть-чуть двигать то есть вы как бы примеряете и как вам больше нравится уже себе так ориентируйтесь вот этот обруч ткани вы я не знаю алине али брала у своей знакомой в инстаграм магазине и оставлю на ее магазинчик ссылочку надеюсь что вам тоже что-то приглянется сейчас у них вроде другие расцветки есть абсолютно не давит голову могу весь день ходить мне кажется может это и не али может турция какая-нибудь потому что ну совершенно знаете другое качество я брала по моему по 50 гривен вот такие обручи но сейчас у них больше магазин на пижамки ориентированные но если у них там что-то в наличии будет из обручи тоже можете посмотреть вруч с цепью но здесь конечно качество такое знаете прям китаем попахивает я немножечко до сих пор хоть я уже три раза носила этот обруч клей то тут то там отходит то есть сама цепь на вот этом велюре она на клею и если у вас что-то отпадет то вы сможете просто взять и приклеить обратно смотрится безумно стильно на голову не давит но качество знаете такое если вблизи рассматривать мне кажется будет ясно что типа китайский китай оставшиеся два обручи я покупала просто на рынке поздняки знаете возле универсама кто киевский тот поймет какая-то палаточка с бабуленькой я не знаю может тоже турция какая-нибудь куча всякой бижутерии куча всякого для волос и вот этот обручи покупала гривен за 80 и что меня удивило он тоже не похож на какой-то китайский потому что он отлично садится на мою голову вообще не мигрени не вызывает ничего такого супер удобно это один из тоже моих самых-самых любимых обручи и по удобству и по красоте то есть этот наверное просто 10 из 10 потому что он совпадает удобство плюс красота тоже у какой-то бабуленьки на рынке в палатке вот этот один из самых дорогих он по моему мне 200 он стоил потом я дождалась что его распродавали по сотке потому что один момент был супер тренд все в инстаграме тоже такие обручали dior это называется мне кажется продавали я не хотела за полную стоимость покупать и дождалась конечно же мистер солнце к нам вышел дождалась когда вот этот обруч был по 10 что же вообще все ребят жара поплыла по 100 гривен покупала и та же фигня написано что хендмейт но то есть я не знаю это реально все али и она просто разного качества или те обручи которые мне не давят на голову может за турция ху ноус потому что у перекупщиков уже знаете не выбираю что-то покупать тут конечно самое веселое начинается украшение давайте я ближе себе зеркало поставлю чтобы я себя видела куда в ничего одевать я правда себя так не вижу в кадре но ничего так я снимаю свои стандартные золотые сережки я обычно нашел в жизни вот такие кругляши токар золото и будем сейчас с вами бижутерию примерять и конечно же я вот это сижу с подводкой такая красивая на руки мне интересно как давно у меня это подводка и почему я до сих пор ее не стерла смотрите все лоты которые я покупал онлайн я вам конечно же тоже оставлю ссылкой это али очень удобные сережки я вам буду комментировать в плане носки потому что многие сережек я уже попробовала в жизни как они что выглядят и главное оттягивают ли они мочку ухо вот в таком плане эти сережки я выгуливала на день рождения но помимо того что я видел с вами у них сидела на день рождения я также в них было пардон че ребят очень жарко и сейчас чуть-чуть волосики себе скручу вот эти сережки чем кайфовая они хоть и выглядят супер массивными и очень такими нарядными они вообще никуда не обвисает вы не чувствуете их вот так вот материал эти и у вас нет чувства что сейчас уши отвалятся вместе с мочкой и дырка будет не все окей поэтому вот эти сережки если вам они понравились был видео с их арт revolution персиком такой вечерний образ мы создавали и если вас привлекли эти сережки с того видео то вот сегодня сможете ссылочку посмотреть в инфобоксе ребят я нас немножко прикрыла шторой надеюсь так получше не так сильно засвечена дальнейший лот у нас идет я наверное сейчас их сгруппирую это то что я покупала в просторе или в еве мне кажется то что виолетта это все простор вообще в просторе это сетевой магазин территории украины если вдруг меня ребята с россии смотрят или с других стран в просторе очень неплохой выбор бижутерии и очень очень дешевый это у нас стоило 29 90 без скидки мне нравится что цена сразу указывается если скидка наверх просто дополнительная наклейка клеится и вы можете посмотреть за сколько чего покупали ну вот серьезно вы скажете что вот эти вот сережки 30 гривен мне кажется в инстаграме нам бы втихнули это все за 150 а то и 200 вот в общем классные серьги эти какие-то бюджетные украшения вот вам путь в простор и радуетесь можно соли не заказывать то что иногда соли например доставка получается даже дороже мне кажется то что не все украшения на али можно заказать бесплатной доставкой если вам прям сильно что-то понравилось конечно можно поставить фильтр бесплатная доставка но не всегда так получается тоже простор это одни из свежих которые я купила виолета за 19 99 интересный такой непонятный дизайн продевается это вот этой узкой стороной ушка опаньки и знаете как такое рогалик у вас круто выглядит со стороны мне кажется по крайней мере необычно я вообще очень люблю необычное украшение как вы могли заметить и можно вот этой пимпочкой закрепить или не закреплять любом случае я от этих сережек в восторге дальше все тот же простор 29 99 сережки которые с таким легким браком но я не думаю что их это как-то ухудшает мне кажется я в них было в видео ламель как там лук не тума а из которая палетка дубликат хода видите про брак которые говорю здесь на сердечке есть такая пипочка не сильно это как-то ухудшает их вид просто на одном сердечке есть это пипочка а на другой нету с вами разбираем шкатулку где серебряное украшение специальных так расфасовала чтобы мне было удобно подбирать цепочку и сережки я вообще что-то люблю последнее время на самом деле миксовать серебро золотом то есть если раньше так а все если серебряные сережки нужно там серебряную цепочку а сейчас и микс одеваю и мне кажется это даже прикольно смотрится эти что-то дорогие и мне кажется что я бы их не купила за полную стоимость я припоминаю что там была акция 1 плюс 1 равно 3 мне кажется мне дали в подарок вот 89 90 я бы действительно за такую стоимость конечно не взяла и здесь еще и застежка тоже немножко глючит в плане украшения из простора важно не полениться и вот подольше постоять у стенда и вы однозначно найдете какой-нибудь знаете такой бриллиант спрятанный потому что так кажется ну тоже кушата китайская висит но иногда и вот такие украшения тоже можно обнаружить но серьезно нож выглядит так как те украшения которые в инстаграме там по 200 гривен нам втюхивают поэтому он даже без скидки 89 90 все равно достаточно бюджетно сережки-вишенки также из простора просто как гвоздики 2990 я их покупала специально для обзора глэмби бэрри вэлвэц лимитка была прошла осеннее наверное как это называть прошла годней осень вот там был кофе дрим и бэрри вэлвэц я как раз подумала что ягодки эти вишенки будут очень классные и вам действительно ни в одном видео они приглянулись знаете тот случай когда я вообще-то не люблю гвоздики но когда это гвоздики с какой-то перчинкой вот типа как вишенки это очень мило мне кажется одна из моих любимейших пар вот это точно за полную стоимость покупала 49 99 и в обзоре на билетус латуаж и еще что-то я сидела я очень часто когда одеваю серебряные украшения именно к этим сережкам как-то мне рука тянется простите меня уже уши болят столько вот это туда сюда вытаскивать очень красивые и относительно недавно купленные если вот такие сережки все еще увидите где-то в просторе очень советую к покупке они невесомые супер-супер легкие и посмотрите как они кайфово смотрятся и здесь еще не просто цепочка как будто камушки вот как раз на солнце вам наверное видно как это все круто переливается просто 49 99 вот вот за эти например если бы не стоили 89 99 вот за эти я бы точно отдала деньги поэтому если все еще они есть где-то присмотритесь очень милые сережки ребят я вспомнила где их покупала тоже в каком-то из видео ваше внимание они привлекли это сережки куплены на андреевском спуске как знаете на барахолке но там дедуля утверждал что это серебро но мне кажется серебро с 20 гривен никто бы не продавал но им уже наверное года три и они даже нигде не окислились поэтому может это какой-то медицинский сплав я не знаю здесь кошечка с мышкой нарисована нарисована выгравирована очень круто вописи они действительно привлекают внимание и мне кажется не нужно стесняться или бояться но от каких-то таких раскладках иногда подходите что-то смотреть я тоже начали такая блин странно этим типа что на какой-то клеем очки выложена но во-первых красивая сколько лет служит и реально 20 гривен на андреевском спуске наверное сейчас уже таких цен нету на том андреевском я очень давно в центр киева не выбиралась но действительно никогда не нужно брезговать какие-то вещи смотреть знаете не супер какого-то дорогого формата не все же нам зарада и чем дн покупать эти сережки были в обзоре на ln косметикс это секс я не знаю магазин вообще в кроме киева где-то существует в киеве тоже он на самом деле я знаю только на черниговской метро магазин параллель он называется не параллель чем торговый центр на метро черниговская ребят я уже и забыла его название тоже классный магазин такой мне кажется турция там в плане если вам нужны какие-то кошелечки носочки трусики все вот расходники всякие такие бюджетно прикольно и сережки им тоже уже наверное лет пять тут у меня остался прямо где был штрих-код ценник я так и храню их на этой штуке тоже смотрите нигде не окислились отлично носится ухо мне не красят ценника тут нет но мне кажется я их тогда бог знает когда брала в районе там 120 и и вроде бы по сей день этот магазин six точно на черниговском все еще есть у них даже реклама фейсбуке мне недавно выбивалась то там достаточно демократично все пижамы тоже хорошие мне кажется что какую-то одежду там а-ля регланы штаны можно и не смотреть потому что там цена уже ближе к и чем дему приближается или там алси вайкики к примеру кто знает но всякая мелочь конфета переходим к более золотому формату и это все тот же простор виолетта посмотрите какая прелесть за 1999 досталась мета пара а было 119 и это одни из самых элегантных как по мне сережек здесь вот этот капушек белый он типа кошачий глаз опять вот этот постоянно вам повторяю конечно злюсь когда засвеченное видео но на самом деле при солнечном освещении что тени что вот какая-то бижутерия наш совершенно по-другому выглядит посмотрите как круто на свету играет вот этот кошачий глаз надеюсь так давайте посмотрю ли вам видно то я нет все это уже тоже себя отсвечиваю ну вот мне в зеркале видно блин это очень красиво что вот смотрите искусственное освещение типа так скучненько на солнце и вау блин вот этот кошачий глазик я еще очень люблю маникюр кошачий глаз не уверена что по сей день в просторе вы найдете такие сережки потому что я их брала уже точно около года назад мне кажется прошлой осенью то есть осенью двадцатого года сожалению то что куплено в просторе я вам ссылки конечно же оставить не смогу но то что с али то я постараюсь вам все прописать внизу выпали колечки из эпоксидки сейчас я вам такой она пялю на руки и покажу это прям набор из четырех колец вот это посередине которая крупная и сердечко мои любимые я их и на улицу ношу и для съемки чисто под фон выбирала приходит она вот в таком кулечке и написано что дизайн сделан в корее нравится что это такая бижутерия которая не окрашивает пальцы потому что у меня например конкретно на кольца чаще всего аллергия и очень сильно руки в зеленый красится мне потом это все чешется не очень приятно и особенно летом я могу носить либо серебро либо золото либо вот что-то вот такое пластиковое тире эпоксидка меня для волосиков украшения выпали давайте их одену здесь набор из пяти получается заколочек с зеленым камнем у меня тоже много раз своих видели на самом деле в этот раз не просто увидите а еще и ссылочки получите сделаем себе дорого-богато ну прикольно что здесь и жемчуг и камни вот такой набор по моему в районе 120 гривен или 180 наверное что-то я маловато сказала очень нравится мне по качеству я честно хочу такой набор еще наверное с другим камушком купить конкретно этого продавца потому что действительно неплохо что-то у меня здесь один камушек покрасился что ли может я когда веснушки делала у меня спрей бывает красит да уже увлеклась решила все пять этих заколок себе нацепить в общем будем вот такие с вами красивые сидеть я советую хранить прям вот в такой картонке тогда эти заколочки просто не теряются на из любимых пар али конечно же приходит на такой картон очки фэшн джуллери так и это с глазиком и с искусственным жемчугом у меня весна 2021 была под слоганом мне нужно больше жемчуга я просто знаете видела какое-то украшение на одежде жемчуга мне это нужно брала бижутерию с жемчугом сейчас конечно немножко попустила но украшение это остались я считаю что они очень красивые и если вы любите всякие такие символы типа я вот люблю знаете части тела но вы увидите что у меня здесь всякие лица тела я вот люблю руки когда на украшениях татуировки тоже такие люблю и вот здесь глазики мне тоже такое очень нравится вот эти сережки я покупала в инстаграме и здесь даже остался их инстаграм я на оригинальной картонке это храню лео риджи но это было лет шесть назад наверно даже уже не реально не лет пять а больше и я пыталась найти этот инстаграм мне кажется они переименовались теперь чуть другое продают поэтому я к сожалению не знаю где вы можете такие сережки приобрести я думаю что на том же али то есть в бейте просто поиск по фотографии и вы найдете подобное они хоть и выглядят очень массивными но они очень стильные и они легкие они тоже видите ухо совершенно не оттягивают я их носила и университет и на работу и сейчас снималась с ними перед вами не раз поэтому очень жаль что магазинчик переименовался я помню что у меня какая-то одногруппница очень много от них покупала и я в stories все смотрела смотрела и тоже знаете не удержалась не было к это распродажа купила именно эти сережки только что дошло что мы вроде как с вами делали мой повседневный макияж еще смотрю на себя и думаю маша какой повседневный все вот то что я и говорила у меня просто немножко защитная реакция как защитный барьер знаете когда мне неловко или я как-то слишком откровенничаю мне нужно эти в свой панцирь влезть чтобы там типа вдруг кто обидит и вот я вот такой боевой раскрас делаю покажу сразу сережки вторые тоже с лицами это уже али здесь все на китайском в таком пакетике ничего не понятно и вроде кто-то мне из вас писал что такая же вот пару у кого-то есть то есть те первые лица так и не нашли хотя хотели а вот типа аналог мне кажется и я смогу с вами ссылочка поделиться хотя бы на вот такой формат здесь одна сережка вот такая длиннющая знаете хотите на левом ухе хотите на правом опаньки вот все красота и мне иногда нравится более короткий на эту сторону одевать иногда вот меня узнать право-лево право-лево вот так что если вы все еще не имеете сережки с лицами то штатный момент просто тренд был какой-то вот эти драконы они очень сильно привлекают внимание но во первых ребят они очень тяжелые и здесь не очень длинная застежка и в них опасно выходить на улицу то что они у меня даже во время съемки иногда спадают сушек и не знаю чем их нужно закреплять чтобы они у вас как бы нормально сидели по факту вот я сижу и такая на фотографии просто бомба ракета видео если сильно не мотылять головой тоже нормально но вот просто неловкое телодвижение у вас все упадет плюс они тяжеловатые поэтому конкретно этих драконов советуют только в случае если вам нужно они для фото-видео для жизни слишком неудобно так что я как дурак сижу с этими заколками давайте я их уберу все растрепалась но мне так жарко что ребят честно все равно вообще как я выгляжу дальше я вам покажу вот такие занятные сережки они приходят вот в такой коробочке продавец молодец по моему здесь даже какая-то пупырка была дополнительная чтобы это все к вам доехала причем что реально так упакована как будто они стоят там гривен 500 но они какие-то супер бюджетные были мне кажется гривен 80 очень интересные я все правда не знаю под какой образы ходить каждый раз хотела с ними снять что-то розовое там розовый макияж и понимала что наверное к ним наоборот какой-то нюд нужен штук под малиновые макияжи как-то не очень они сами по себе как будто персиковые даже больше чем розовые пострите какова красота это прям выглядит как веточки сакуры мне кажется и здесь вот тоже внутри видите камушки то есть на свету это все будет переливаться вот все солнце немножко зашло и уже видите украшение не так выглядят как вот до этого давайте я вам пока поле пройдусь это магазинчик санми наверное написано что серебро 925 проб но он как бы очевидно что это далеко не серебро просто видимо картонку не пожлобились и сделали нормально прикольные сережки с котиками котики с цветочками но мне кажется что они очень сильно перекручиваются то есть они на фотографиях на самом алике как-то во-первых красивее чем жизни и у меня одна из застежек погнулась мы ее с ромой выровняли но знаете такое остаточек остался неприятный блин еще и вот из-за этой погнутой застежки тяжело одевать вот они легенькие прикольные то есть они не ощущаются на ухе но я вам их все равно бы не советовала просто потому что мне кажется они своих денег не стоят самые наверное необычные сережки моей жизни это сережки в виде рамеона то есть нашими вины так скажем это моя самая любимая марка рамеона шин рамеон он острый на одном ухе здесь прям лапша изображена я не знаю с чего это но действительно очень реалистично и на другом ушки выглядит как упаковка от рамеона блин ребят уже так уж и болят что не могу попадать в дырки вот так это все выглядит забавно честно не знаю зачем купила она стоила там гривен 30 но если вы как и я очень любите этот рамеон вот милость прошу трешки с градиентом виде крыла мухи я покупала когда вписывала необычные сережки на али и мне кажется они действительно выглядят очень привлекающими взгляд и помимо вот такой расцветки я бы вам посоветовала посмотреть какие-то еще потому что там есть и с красным градиентом и с розовым бог знает каких то есть там очень большой выбор и мне кажется что они полностью оправдывают свою стоимость здесь камушки они видите тоже как бы переливаются очень хорошее качество действительно классная и мне кажется они не так дорого стоили возможно даже с бесплатной доставкой поэтому вот эти сережки точно однозначно советую приобретению первая одна из моих самых любимых пар нынче такие тоже асимметричные сережки с алисой в стране чудес с одной стороны здесь такая короткая сережка с алисой виде сердечка где-то есть очень старые издания книги я бабушки из подмосковья забрала мне кажется еще книга выпуска там советского союза она вы знаете такая на ладан дышит и я ее перечитывала всю школу из университета и до сих пор иногда алису перечитываю именно книгу то что льюис кэролл конечно гениальный такой психоделики еще мир не видел но если вы как и я очень сильно любите алису то вот тоже очень советую эти сережки они прям в самое сердечко вот по самые не балуй там еще и были похожи с томом и джерри я думаю что и знаете потом еще докуплю всяких парочку по крайней мере от этого продавца очень быстро отправил нормально все приехало никаких нареканий о ребят забыла к лицам отнести еще сережки с барышнями мне кажется они тоже вам приглянулись я не думаю что вам стоит тратить на них свои деньги вот видите они все-таки перекручивающиеся господи как они вообще должны быть не могу понять как мне их одеть вот таких вот барышень вам показать тоже обязательно оставлю ссылку если вам нужно на фото видео для жизни к сожалению их не берите они реально тянут ухо сильно и застежки как будто такие не знаю неправильные кривые что ли я вот и сейчас испытываю трудность продеть видите ухо сразу оттягивается то есть они-то симпатичные там у продавца были разного формата не только такая барышня типа барышня похудее барышня потолстее разные барышни но если они все такие же тяжелые и неудобные как вот эти вот ох нет ребят я же не буду застегивать это сейчас не сниму и так уже уже отваливаются и кажется покраснели то вот не советую вам потому что просто реально тяжелят и я вот когда два часа снимала ролик то потом все уши хотелось выбросить трёжечки в азиатском стиле с карпами здесь такой листочек лотоса мне кажется на красном фоне чем они удобные это просто вот такие как-то называется формат не гвоздики вот просто с крючочком продеваете и их даже закреплять ничем не надо они отлично держатся вот тут карп не одно время так они сильно нравятся карт карпы кой называется его с другой стороны типа такое красненькая под что-то азиатская под красные губы прикольные сережки в виде цветочков они как будто глиняные очень интересный материал и внутри теке они подвижные то здесь они прикольно скреплены что здесь они на таких крючочках тоже и от не просто вот два цветка неподвижных они такие ощущаются невысомыми и выглядят также невесомо то есть они не утяжеляют их можно и для жизни и для съемки последнюю пару из простора показать тоже в 19 99 они мне обошлись до скидки стоили 99 99 поэтому иногда иногда просторе бывают вот такие супер распродажи советую вам просто периодически мониторить или подписаться на рассылку вайбере от них у них бывают акции там один плюс один равно 3 или там большой кэшбэк на бижутерию в общем есть чего выбрать есть что взять и тоже мне кажется в инстаграме за такие сережки не прознаете такие классические ходовые запросили бы минимум двухсотку просто шикарно смотрятся это же я взял за 19 99 надо еще уметь и сережек у нас осталось не так много сейчас я тут разгребу свои запасы и здесь остались пары которые были куплены в еле здесь вот такие сережки гвоздики тоже помнится мне они вам приглянулись за 999 ребят на розочка 1 сразу отпала мы на супер клей приклеили и отлично держится я подбирала эти сережки к обручу который последний вам показывала бордовый они прям очень круто вместе смотрится сейчас я вам покажу дикий одеваем обруч и прям как будто такой набор конечно ну не с таким макияжем потому что сейчас макияж слишком холодный под такой образ но тем не менее за 999 можно купить классные гвоздики за 999 прекрасные такие даже не знаю как сказать это уже не гвоздики тоже вот этот крючковидная застежка и с парлынками маленькие сережечки с жемчугом конечно же это не жемчуг это просто что-то там не знаю искусственный жемчуг наверное это называется и тоже под некоторые украшения которые у меня на шею с жемчугом прям как будто знаете набор давайте я вам продемонстрирую сразу есть у меня вот такая цепочка я вы думаю вы не раз ее видели здесь очень легкая застежка одеваем и посмотрите как будто они созданы друг для друга и сразу по комментирую по цепочке видите так ребята вы видите же надеюсь так все я вижу что вы меня видите поэтому я себе обратно зеркало ставлю поэтому вот эта цепочка буквально там пару носок и начнет у вас терять свой вид по крайней мере по цвету меня это не сильно смущает но вот видите она уже тут потемнело поэтому в плане красоты да но долго она у вас не проживет особенно вот в такую жаркую погоду но он для меня классный набор золотые сережки с его тридцать девять девяносто девять вы понимаете да не золотые а типа в духе золото мы были с ними с вами в обзоре патрисия ледо и ребят мне кажется у меня поднимается давление я сейчас реально угрохнуть в обморок давайте я померяю пульс что мне не хорошо так и пока мы меряем с вами пульс вот так вот выглядят сережки вот без скидки 59 90 со скидкой тридцать девять девяносто девять мне кажется просто замечательно в яви действительно можно смотреть именно на скидках украшения пульс у меня нормальный это наверное мне просто очень сильно душно в этой комнате так осталось двое лотов из евы и показываю вам наверное цепочки будем закругляться уже так сильно устала я устаю знаете не столько от съемки сколько из того что у меня в этой съемочной очень душно если закрытым окном а если с открытым том вам шумно уж лучше мне душно чем вам шумно здесь та же самая ситуация без скидки 59 90 со скидкой тридцать девять девяносто девять эти сережки тоже возила на день рождения одевала и они меня привлекли именно вот этой вставкой которая мятная я купила такого же цвета носочки поэтому они прикольно сочетаются и в ту же стоимость сережки с тем синим акцентом под змеиную кожу блин мне кажется у меня уже тут зеленеть начало ушко от какого-то сплава видимо из того что мы уже померили и ребята честно мне сейчас настолько жарко не знаю видно ли вам насколько и когда я потею то у меня часто бижутерия оставляют вот эту зеленушку на коже ничего с этим сделать не могу и все что я могу вам сказать единственное что ребят фирма вот это которая в яме это олала это уже не виолетта тут вот по вот этим картон очкам видно наверное вам что я тут вам показываю вот от фирма в деле и виолетта у нас в просторе да честно давайте я не буду мерить на шее украшения я просто упаду в обморок сейчас воды попью тяжело высиживать я вам сейчас просто близко покажу и я думаю все равно для вас будет полезнее если просто ссылки пооставляю на то что вам приглянется плюс его уже все это видели на мне во многих видео первое что вам хочу показать это вот такой кулончик так на раз я на себя не показываю давайте я себя поставлю так чтобы я камеру видела вот такой кулончик стаки титанов за 20 гривен я приблизительно его покупала цепочка конечно с ним не идет с ним просто к черная какая-то веревка была но я и выкинула оставила просто вот такой кулон кто у меня тут анимешники очень советую к приобретению кулончик бомба качество не окисляется и стоит очень дешево цепочка с бабочкой которая тоже многих привлекла здесь полноценное украшение есть застежка с камушками так так вам показать на не длинная идет вокруг шеи как знаете такой полуошейник и просто на застежки очень красивая но очень желтая то есть в жизни конечно мне кажется видно что знаете типа не сильно дорогая покупка для видео вообще супер для жизни не знаю ребят если вам не нравится когда видно что знаете такое ли типа китайское качество то это не ваш вариант там точно просто за холма будет видно что то китай тут приблизительно та же история вы видели меня уже с этой цепочкой не растет мне не нравится конечно что тут надо постоянно сидеть и как пазл разбирать вот так это выглядит двойная она это же очень-очень желтая очень красивая но очень желтая я такие украшения люблю с красной помадой носить и с белой рубашечкой например мой самый любимый чокер с бабочками просто ребят красота невомерная вот это точно советую но кто зеленее этот бижутерии как я от этой штуки я позеленела в прошлом видео которое снимала для вас такую цепочку меня она привлекла потому что здесь луны и звездочки но тоже очень сильно в реальности желтит ребят и если честно выглядит очень дешево то есть на фотографиях вали она гораздо как-то богаче хотя на видео нормально я эвалин с ней снимала и мне кажется еще какой-то ролик у меня тоже был с этой цепочкой но наверное не советую вот эту цепочку с надписью angel и самим ангелочка мне дарила подруга из h&m мне кажется тоже если вам нравятся какие-то такие instagram на тире пинтерестные украшения то в h&m можно к чему-то присмотреться неужели мы тут фактически все распутали то у меня здесь просто уже какой-то апокалипсис случился вот это я покупала в еве мне кажется не в просторе именно в еве тоже вот это о лала фирма непонятная но я ее храню конечно уже без как без картонки лучше бы наверное с картонкой хранить она очень сильно путается тройная штучка здесь идет монетка тигровая штука и жемчужинка прикольно но дороговато я помню что без скидки она то ли 129 стоило то ли 89 не советую вам такие деньги тратить тем более тоже сильно потемнело со временем и что я вам точно не советую это серебряная цепочка как бы вам ее так показать в видео глэмби с перезапуском коллекции была вот эта вот цепь она очень красивая и стильная здесь лунница вот такой бык и монетка но ребята она так путается просто мне кажется на нее подышал и она уже вся запуталась плюс неудобная застежка если вы готовы мириться ради красоты с полным отсутствием комфортабельности то можно брать но от себя тоже не советую вот честно как есть там в носке будете мучиться так я уже быстренько одеваю сережки пока мне окончательно не поплохело и будем с вами закругляться ребят ой ребят я реально такая потная шумняш стыдно ненавижу потеть поэтому и лето не люблю и что я хочу сказать посмотрите на лицо вообще просто отлично тон справляется со своей задачей то есть я уже и после видео с эвелин с коллекцией не онлайн там где палетка у нас была носила этот тон не раз и он действительно такой кайфовый для жирной кожи посмотрите в поры мне кажется не запал но вот здесь меня просто текстурно все поэтому это не вина тона но особо не подчеркнул просто она вот такое само по себе но в целом смотрите я даже не жирная я наносила вот так же как и видео пудру консилеры тон вот эту всю с чайным деревом линейку и вот ребят жирненькие мы нашли спасение на лето плюс действительно борются с воспалениями поэтому я не думаю что я вообще на лето чем-то другим буду пользоваться хотя быстренько закончу наше с вами общение видите насколько у меня настроение даже поменялось я очень надеюсь что я была вам полезной я вообще очень сильно радуюсь когда вы мне пишете что благодаря мне нашли какую-то находку себе в коллекцию и вам понравилось то что я советовала то что я так чувствую что я делаю что-то нужное и вот видите ли да вначале какая вся такая грустная какая задумчивая была и как сейчас я прям воудушевилась поэтому я действительно делаю то что мне нравится я надеюсь что вы это чувствуете и если вам понравилось это видео можете поддержать меня поставить пальчик вверх подписывайтесь обязательно чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео а нам с вами до скорых встреч уже на новом месте